С детства он мечтал о небе и сумел его покорить. В Алматы прошел день памяти дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Знаменитому летчику исполнилось бы 93 года. Молодежь и убеленные сединами фронтовики. У вечного огня дать дань памяти легендарному летчику-штурмовику собрались те, кто сегодня защищает Отечество, и заслуженные ветераны. Все они преклоняются перед боевыми заслугами дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Впрочем, о тех, с кем воевал, он сам писал в своих книгах. Он говорил, давайте, друзья, вместе расскажем о тех боевых делах, которые наши друзья защищали свою родину. Последующее поколение после нас знает, как они отстаивали свою землю. Летчик часто вспоминал, как впервые оказался за штурвалом самолета. Как увидел вокруг себя огромное небо. Сейчас воздушные просторы стали родной стихией и для внука-героя. Он его даже руки не отпускал. Он вот около себя посадит, и уже надо уезжать, уже как бы время. А он все держит его, потому что это был любимый его внук, который продолжил, как говорится, летную династию. Уже в мирное время он стал наставником не одного поколения пилотов. Его именем в Казахстане названы «Школы и улицы». А на Поклонной горе в Москве в Зале Славы установят бюст «Дважды Героя Советского Союза». Работает над проектом скульптор Мурат Мансуров. А на следующий год в этом же Зале Славы планируется установить бюст героям войны Сагадату Нурмагомбетову, Сергею Луганскому, Леониду Беде и Ивану Павлову. Кульнаром Арбекова, Абен Нарымбаев, Алматы.